Очень даже насыщенные красивыми моментами. Показали нам лидеров, да, Емина Робертс, главный ассистент сборной Швеции по голевым передачам. Ну и Офтидаль тоже, правда, чуть меньше у нее точных передач, но от Офтидаль, конечно, много и много зависит. Итак, сборная Норвегии в атаке, и здесь, наверное, все вполне закономерное. Мерк, Офтидаль и Кристиансен, это задняя линия, и тут же ростовчанка Анна Лагерквистов на две минуты. Офтидаль она встретила, не поправила. Ну вот, смотрим, прямые руки, даже без желтой карточки, сразу на две минуты. Да, я тоже хотела сказать, не стали предупреждать арбитр сегодняшней встречи Лагерквист, предупреждая о грубой игре, сразу решили среагировать быстро на такие действия. Так, норвежки атакуют, Кристиансен бросает, и там, ух ты, там, по-моему, Эвелина Эриксон в воротах. 21 номер, она появилась в заявке вот только-только недавно. Да, потому что Мартина Торн была отзаявлена из-за того, что в матче с порториканками ей два раза прилетело в голову мячом, а учитывая, что у нее до этого было уже три сотрясения мозга, на восстановление ей нужно, как минимум, неделю, а то и больше. Поэтому ее отзаявили, вместо нее ввели на Эриксон, которая вот первый сейф и совершила. Ну что, шведки. Шведки у нас в атаке. Линблом была под вопросом. Вот она получает мяч с разворота. Ну а здесь Силья Сольберг. Здорово. Ну что, вратари у нас пока лучшие по первым минутам. Так вот, Линблом с прошлого матча, она получила повреждения. Предполагалось, там были холодышки, плюс еще болезненный удар был по бедру. Но вот шведские врачи ее смогли реанимировать и подвести к этому матчу. Потому что без Линблом, конечно, Швеция будет совсем другой командой. Да, но если говорить о вратарях, действительно, Сольберг, выходя на этот бросок против Линблом, мы обозначили, да, две линии сильнейшие в этих командах. Ну и пока линия вратарская со стороны сборной Норвегии в этой микродуэли одержала победу Линблом. Хоть у нее там был и сложный бросок для исполнения. И все она делала, чтобы завершить ее, эту атаку голом. Но Сольберг, конечно, противостоял ей более чем надежно. И не зря нам операторы еще раз этот момент показали. Ну и против Йемины Робертс тоже справляется Сольберг. Вот она на ваших экранах. Ну и пока обескураживает своими сейвами сборную Швеции. Им, наверное, раз не удается из таких стопроцентных, собственно, позиций забить, будет сложно к атаке. В атаке настроится, но пока защита, которой сейчас руководит Томас Ахнер, достаточно агрессивно у шведок действует. Ну посмотрим, смогут ли сейчас у норвежки второй мяч организовать. Я думаю, что сегодня вряд ли мы увидим, да, какой-то большой результат. Команды у нас все-таки от обороны играть умеют. Вот, и здесь толчок, всего лишь 9 метров. Мерк грамотно сейчас останавливает шведского игрока Эльм Хансен. Ну и забивает, забивает сборная Швеция и сравнивает счет. Ну да, этот мяч был важен. Действительно, третий сейв позволил бы Сольберг действительно перехватить полностью инициативу шведок. Здесь очень надежно действовали, забили этот мяч. Шнора Мерка, против нее в игре будет действовать именно Робертс. Наверное, для нее одна из сложнейших задач в сегодняшнем матче. Ну а здесь Офтидаль по центру, ее атаку мы видим. И 9 метров всего лишь зарабатывают норвежки. Мерк, Офтидаль. Блок, здорово здесь отрабатывает у шведок. И в отрыв. Нет, не убегает Хагман. Хагман там жалуется арбитром. Считает, что против нее нарушали правила. Ну нет, все чисто. Было Мерк. Вот Мерк смогла все-таки сделать передачу. Против нее там Хансен воздействовала на нее, но не смогла остановить передачу Мерк. Кота в край, ну и дальше Якобсен уже забивает второй мяч. Так, похоже, пожалуй, одна из таких первых полноценных позиционных атак. Все время до этого пытались как-то на спинах в быстрых атаках проатаковать команды. Ух ты, залетает. Ну здесь, наверное, Сульберг может и себя немножко повинять. Да, Дим, но и не без доли везения забивает этот мяч именно Робертс. Если возвращаться к интервью Томаса Ахнера, говорил он о том, что его команда будет действовать от защиты. Но это предполагает легкие голы отстоять в защите. И вот эти быстрые отрывы реализовать. Но пока сборная Норвегии успевает вернуться. И сейчас за кадром остается этот быстрый переход. Дим, обрати внимание, норвежки все шестером на шестиметровой линии располагаются. То есть вся команда успевает вернуться. И пока этот план Томаса Ахнера не срабатывает в полной степени. Да, с нападением, с защитой разобраться они смогли. Норвежки забивают пока только два мяча. И уже почти шесть минут прошли. Но реализовать свои быстрые отрывы пока им не удается. И у нас еще шести минут не сыграно. И по две потери у каждой команды. То есть те самые железные норвежки тоже ошибаются. Ну а это лучший бомбардир чемпионата Натали Хагма. Выводит шведок вперед. Машина по забиванию голов. Там еще, Юр, сейчас будет еще повтор, конечно. Хотелось бы смотреть. Мне кажется, Хагман показывает, что передачу будет делать в линию. Но это предыдущий момент, да, нападение норвежьи. И такое ощущение, что перехитрило вратаря еще на фазе взлета. Но мы к нему еще вернемся. А пока в нападение Норвегия входит в линию Солберг. Сестра Силья Сольберг. Так что можно ее еще и называть по второй части фамилии. Исаксон. Ну так, для хотя бы отличия. Потому что две Сольберг на площадке можно и запутаться. Здесь, по-моему, нарушение было. Нарушение было, да. Поэтому мяч остается у сборной Швеции. Но примечательно, что в этом очередном быстром отрыве снова Силья Сольберка отражает этот мяч от одного из лидеров команды. Так, собственно, можно и уверенность потерять. Мяч остается у Швеции. Но сейвы, которые творит пока Сольберг, конечно, помимо того, что делают малорезультативным начало встречи, помимо этого, конечно, оставляют вопросы шведкам. Бордаль нарушает правила против Нино Дано. Останавливает ее по бросковой руке. И вот так вот жестко приземляется та на Терафлекс. Желтую карточку нам показали. Честно говоря, не увидел кому. Но показали нам вроде как Швеция. Получает игрок сборной Швеции. Итак, поехали. Сборная Швеции. Нино Дано, Робертс. Робертс с мячом. Дано возвращает ей в линии Лагерквист. Семь метров. Защита в площади. Ворот показывают, по-моему, немецкие арбитры. Неплохие арбитры немецкие. Женская пара. Неплохо они себя зарекомендовали. Но если посмотреть, как говорится, отзывы. Они работают на матчах в Бундеслиге немецкой, мужской. Если посмотреть, то высказываются, что эта пара очень перспективная, хорошая. Они уже не первый год обслуживают международные матчи. Но есть у них такой маленький крышок, нестабильный. И если скорости возрастают, они могут поплыть. Посмотрим. Так, норвежки у нас в атаке. Норвежки пока проигрывают. Кстати, если посмотреть, опять же, статистику забитых и пропущенных мячей, то норвежки, у них оборона выглядит получше, чем у шведок. Но шведки больше забивают. Вот в этом плане интересно будет понаблюдать очное противостояние. Ну и быстро, как я уже сказал, это последний матч группы под номером 2. Голландия, уверенно, сегодня обыграла Казахстан. Голландия там сумасшедшие рекорды результативности показывает. Обыграли Казахстан со счетом 61-15. Я не знаю, когда был такой матч. 60 забивали. Последний раз. Ну и таким образом у Голландии 7 очков, у Норвегии 6 и у Швеции 5. Поэтому, если Норвегия выигрывает, это единоличный лидер. Ну и, наверное, все равно не обеспечит себе еще выход в следующий этап. У Швеции обязательно нужно выигрывать, чтобы сравняться по очкам с Голландами. Тогда Норвегия уже подвисает в выход в плей-офф. И эта группа выходит на первые два места нашей группы. То есть, потенциально, вот мы сейчас наблюдаем за возможным соперником сборной России. А мы верим, что сборная России у нас выйдет в четвертьфинал. Кстати, в нашей группе играют Словения-Польша параллельно. И там Польша неожиданно выигрывает пока Словения. Там 10 минут сыграно. Ну, это только начало матча, поэтому не будем зацикливаться на этих цифрах. 4-3 Польша ведет. Напомню, Словения, если выиграет крупно у Польши, и потом выиграет в последнем туре крупно у Сербии, то есть теоретический шанс, что обгонят сборную России. Но для этого нужно побеждать в двух матчах с разницей в 20 и более мячей. Суммарно 20 мячей. Ну, не знаю, это будет, наверное, сложно сделать, но в гондоле все бывает. Ну, а теперь возвращаемся на матч Швеция-Норвегия. Шведки в меньшинстве с пустыми воротами выпускают 6-го игрока, пока выигрывают у сборной Норвегии со счетом 4-3. Если посмотреть статистику встреч между этими командами, в том числе и товарищеские встречи, то у шведок на самом деле не так много побед над норвежками. Сборная Норвегии почти всегда уверенно обыгрывала сборную Швеции. И что еще примечательно, ты знаешь, команда эта почти всегда играет очень результативно. По 50-й более мячей забивается за матч. И в эту конву, Игорь, хотел сказать, обратив внимание, как ярко действуют голкиперы, я думаю, здесь даже не надо лишних замечаний, все болельщики это видят. Пока и Эвелина Эриксон, и Силья Сульберг максимально осложняют задачу того, чтобы этот матч закончился с высокой результативностью. Помимо этого было несколько ошибок чисто технических по обеих команд на старте этого тайма. Ну а проценты отбитых мячей вратарями усложняют задачу, о которой мы уже сказали. Еще один сейв. Эвелина Эриксон, мне кажется, взяли сегодня полностью игру в свои руки. И внимание операторов тоже заставляет зациклиться исключительно на себе. Нора Мерк ее практически в кадре не видели. Видели несколько моментов Натали Хагман, но она как результативный игрок отметилась больше с 7-метровой отметки. И там ее успели поймать. Ну а пока вратари чаще становятся героями крупных планов. 71%. 71% это очень много. Понятно, что это начало игры и все еще будет. Но мне кажется, что здесь нервозность передается и шведам, и норвежкам. Еще раз скажем о том, что на ошибались. И та, и другая сторона. Ух ты! Еще один сейв. Да, здесь правильно выбранная позиция. Эриксон снова хороша. Да, ошиблась в атаке Робертс, но норвежки этим не воспользовались. Робертс, скидка в линию. Лагер Квист. Вот так внешне Лагер Квист не выглядит огромным игроком, но насколько она здорово все-таки умеет ставить корпус, как она здорово играет ногами. Очень цепкий защитник. Ну и, конечно, в атаке тоже защитникам она доставляет проблем. Вот какой секрет один из моих любимых фунтболистов? Лагер Квист. Он действительно очень интеллектуально одарен в плане выбора позиции игрок, но здесь переигрывает даже ее. В плане выбора позиции Силия Сульберг, и, наверное, эти фамилии так и будут звучать часто. Да, этот бросок был выполнен в более быстром темпе, смогла его Кристенсен поменять. И, кстати, даже в этой ситуации практически сложно было Эриксону попасть, поймать в расход, а этот мяч зацепило. Да, зацепило, но за счет того, что был перевод, кистью дорабатывает Кристенсен. И вот получилось так развести мяч и вратаря по разным углам. Но все равно отметим Эриксон. И это был четвертый вратарь, между прочим. Какие же тогда первые и вторые? Бывает, знаешь, такая эйфория захватывает человека, когда оставалось вне заявки, и тут получил шанс. Как говорится, да, свой шанс. Надо использовать по полной программе. Но пока есть шанс у Хагмана переиграть Сили Сульберг, и она им воспользовалась. Ну и Сульберг улыбается. Она, мне кажется, понимает, что где-то могла. Могла она этот мяч зацепить. Может быть, немного не хватило реакции. Ну и Хагман тоже волновалась, посмотри. Да-да, Юра, абсолютно соглашусь. Здесь глаза говорили о том, что переживала за эту высоченную траекторию и за то, как сложится в итоге этот бросок. Ну и цепкая защита, конечно, тоже гарантирует проблемы с тем, чтобы спокойно забивать мячи. Пока всего 9 мячей. Эти две скоростные команды забили за первые неполные 15 минут. Офт и далее в центре. Но там с заслоном хорошо разбираются защитницы. Помогало там сразу два игрока. И этот мяч смахивают шведки. Переходят в быстрый отрыв. По звуку по звуку, Юр, слышно было, да, что Сульфик снова мяч зацепляло. Но он все-таки оказывается в воротах. Да, Линквист шикарно бросила. Пусть и с сопротивлением. Вроде бы бросок не самый сильный, но главное, что точный. Кристианца. Ну здесь снова то ли рикошет, то ли перевод. Так в динамике сразу и не скажешь. Пошла у нас пока перестрелка. И по центру бросает, да, перевела. Видели, как Эриксон двигалась вместе с Кристиансом. Ну так, кистью отправляет мяч в совершенно другую сторону. Ух ты, да. Скидка какая, да. Вот Нина Дано. Если бы прошла, я думаю, там смогла бы лагерь Крист разобраться с центральными защитниками. Да, но при этом, как Ордаль четко играла, цепка очень в защите. Вот здесь проходит по ее голове бросок и сильный бросок тот был. Но пока обратим внимание на то, что команды пытаются чуть по скорости сбить темп. Хотя он и так очень высок, но хотят его, по всякому счету, в бросках еще больше ускорить. Гонбалист Кент по темпу обогнать защитниц. Пока Нор умер, совсем мы не видим, не отличилась с забитыми мячами. И тут еще мяч, а чуть не смахнули у нее. Шведки, но здесь забивают мяч. Ты 20 номер, да, Яковсен. Марин Яковсен. Празднует победу. Ну, там очень смело шла в защитницу, не побоялась получить повреждения. Забивает Яковсен мяч. Ну, кстати, я бы не стал бы обращать внимание, что пока Нур и Мерк не видно. Оно может в любой момент взорваться, а потом не остановить. Такой игрок, который... Игрок эпизода. Может этот эпизод сама создать, сама забить. Вот. Ну, а может быть, да, и действительно сегодня не день Нуры Мерк. Но для этого мы должны все 60 минут посмотреть. Здесь Сульберг. Сульберг, да, отбивает ногой. Причем опорной ногой. Ну, вот у нее статистика. 45 процентов. 5 мячей она уже отбила. Мерк. Кристианца на Офтидаль. Перехват. Хагман может сама убежать. Скорости не хватило. Временные выходы, да, на опережение действуют шведки. За это их, конечно, похвалить стоит. Понятно, что разбор от Томаса Ахнера был хорошим. Мы видим это на площадке. Но в предыдущем моменте снова Сульберг парировал мяч. И там Ахнер хоть и поблагодарил свою команду за выполненную, во всяком случае, установку на атаку. Потому что до этого мячи доставались шведкам очень сложные. Все в борьбе и некоторые из них не без доли везения. Были забиты в ворота сборной Норвегии. А как ты считаешь, почему Хагман не смогла убежать? Хороший перехват. Вроде площадка свободная. Неправильно. Точнее, тяжело было мяч обработать. Не до конца Юра увидел этот момент. Землетишево он там, да, перед защитниками. Не могу сказать. Но пока там, смотри, скользит. Ногозащитница. И это позволяет Кристиан Сан обыграть. Красиво. Своего второго игрока. Не успевает подстраховка. Как раз Лагерквист попыталась подстраховать своего второго защитника. Не получилось. Хотя Лагерквист, конечно, ногами работает очень здорово. Очень быстрый защитник. Стромберг скидка в линию. Нет. Угрозы воротам не было. Всего 9 метров. Лагерквист, мне кажется, даже в Ростове не получается столько. Игровой практики именно в атаке. Здорово. В ближний угол. Оливия Меллигард делает счет равным. Ближний угол. Хотя и говорят, вроде вратарь отвечает за ближний угол. Но тут, когда вылетают такие мастера, хочешь где-то навязать этому бросающему игроку тот угол, который вроде бы ты открываешь, потом там вылавливаешь. Но все равно это сложно сделать. Норвежки в атаке. Ну и вот очередной гол. Хенни Рейстадт. Вновь Норвегия впереди. Ну что, качели у нас уже давно. И я думаю, что долго мы эти качели и будем видеть. Напомню, всем нужна победа. Шведкам она нужна гораздо больше. Так, тайм-аут у нас берет Швеция. Томас Ахнер, ну вот, в двух словах. Словения-Польша, параллельный матч. Польша по-прежнему впереди. Делитим. Вы вместе? Да, мы работаем с этим. Я думаю, что мы новое решение. Снимаем, мы будем ставим. Мы будем ставить. Да, мы начинаем матать. Вы вместе? Да. Все знают, что мы должны делать. Вдруг, девочки. Держи, держи на falsко-рунгоны. Руллетрык обратно. По-прежнему, через ноты. Треботitter. Пора на два фонгами. Отмениться, неправильно. Вдруг, прое. Вдруг, пётим! Взрыв! Вдруг! Вдруг, бедали. Взрыв, заживайся. Вдруг, бедали. Вдруг, пристыней. Ну что, тайм-аут у нас завершен. Томас Ахнер использовал его на 21-й минуте. Посмотрим, что шведки покажут в атаке. В розыгрыше пока Робертс. И идет смело Линквист на этот бросок. Не сказать, что сложная какая-то комбинация. Но главное, она сыграла и забили шведки. А здесь, конечно, пас-шедевр от Мёрк. Ну и там коридор, конечно, если посмотреть по линии паса. Там такой коридор был. Вот за спинами, смотрите, прорезает Мёрк этим пасом. Ну и Камила Херем. Юр, ну пока вот эта кажущаяся лёгкость, как раз-таки вот этой атаке, в которой забила мяч Эмма Линквист, она кажущаяся. Потому что чуть-чуть... Это даже не лёгкость, простота. Да-да-да, потому что чуть команды растянули атаку. Стали появляться возможности вот этой лёгкой реализации тоже, кажущейся, конечно же, с флангов. Но и именно поэтому и по центру стали появляться возможности. И вот здесь стали не так плотно играть защитницы. А там два линейных были. Да, но это, собственно, отражает и игру, как бы характеризует и игру норвежек, и игру шведок. Знаешь, такое ощущение, что абсолютно равными курсами по этому отрезку. В 21 минуту идут команды и не сбавляют обороты голкиперы. Да, вновь на высоте в этом эпизоде Эвелина Эриксон. Ну и, конечно, Робертс. Она уже уходила вот так под неудобную руку и бросала, но там Сольберг её бросок отразил. И здесь она сделала всё по-другому. И перебросила мяч. Ну что, Робертс. И вот вновь два линейных действуют у шведок. Там Стромберг сходит второй в линию. И это позволяет Робертс войти в свободную зону. Да, но там хоть за руку вот здесь не было контакта, не толкали её. Но там на прямые руки была такая активная встреча Робертс во время прохода. Я хотела сказать, знаешь, часто сравниваем виды спорта. Ну, игровые, конечно, они родственные. И в баскетболе часто говорим о том, что, набрав скорость, должна быть вот эта мягкость в броске. В баскетболе в этом плане проще, потому что набирая скорость, ты как раз-таки эту силу, набранную чисто по физике, и вкладываешь в бросок. Но именно Робертс, что показала в предыдущей попытке, было схоже как раз к этой сложной траектории, когда на скорости надо ещё и мягкий бросок оформить. Ну, а Хагман не смогла переиграть великую Катрин Лунды. Что творится Хагман вообще на первом месте среди бомбардиров. Ну, и здесь Лунда немножко отвоевала у неё кусочек славы. Да, я напомню, 41 год, и человек говорил после Олимпиады, что подумывает она завязать со сборной, но сейчас уже вышло интервью, что она готовится уже к чемпионату Европы. Ну, там был довольно сложный момент, чисто по психологической точки зрения, писала и говорила она об этом в своём развернутом интервью. Ну, да, можно это найти. Ну, и, кстати, могла оказаться в рядах ЦСКА, но не отпустили её. Да, ну, если кто не знает, вкратце её мужу предложили работу в структуре ЦСКА футбольном. И, соответственно, одно из условий, что вот они с семьёй переезжают, и Лунда попыталась из своего клуба, говорится, отпроситься, досрочный контракт разорвать. И сказали в клубе, а нечего усиливать соперника. Так что Лунда могла оказаться во втором российском клубе, но не оказалась, увы. А такой вратарь, я думаю, да, в пару Полине Каплиной, да, 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 и ещё и Анна Седойкина, ты знаешь, что бы творилось там в воротах у ЦСКА. Ну что, ну, сейчас мы увидим Катрин Лунды вот здесь, на чемпионате мира, и увидели уже её отличное, красивое спасение. Норвегия в атаке, Норвегия пока уступает. Ну да, вот эти постоянные контакты, защитник с игроками атаки, превосхищая их события, сбивают и передачи, и норвежки пока вот это привычно видеть нам, насколько быстро у них летает мяч, пока шведки сбивают им скорость. Именно вот как раз-таки с броском, потерялся, с броском левого полуседнего не справляется, Хейни Рейстадт свою могучую руку оставляет сзади, и шведки, что пока редко бывает в этом первом тайме, за её рукой не успевают. Снова счёт 10-10, 25-ая минута игры. Сейчас арбитры взяли паузу, посмотрели, чем эпизод закончится, нарушение было, посмотрели, смогут ли шведки мяч где-то спасти, и вернули всё на точку нарушения. Не смогли сейчас шведки забросить 10-10. Пять минут у нас до перерыва. Да, интересно, конечно, процент в артерею снова увидеть. Тут вот конец первого тайма, конечно, там у Эриксон вряд ли 71 сейчас держится. Реальные цифры должны быть, потому что пропустило достаточно много. Скидка в линию. Ну, Норвегия вновь впереди. Это Карри Брацетт. Нет, Хайди Лёке, вот уж, в кавычках, конечно, в хорошем плане, в коротшем смысле слова, зверь, да, вот, никто не мог её остановить. Один из лучших линейных в мире. А здесь не на своей позиции Стромберг, тоже вошла она в линию, но вот не справилась снова Стромберг. И плюс два у Норвегии впервые в матче. Будем надеяться, что шведки не упустят. Ну так, для интриги. Не упустят именно сейчас норвежек вперёд. Потом догнать будет очень сложно. Норвежки умеют сушить игру. Всё, расставляются все по местам. Стромберг вообще убегает и меняется. Тоже в атаке. Показывают вот неудачный бросок Стромберг с линии. Робертс, Линквист. Подбор за шведками Оливия Меллигард. Вот сейчас в два номинальных линейных атаковали и Блом, и Лагерка. И с Блом, по-моему, первый раз, если я не ошибаюсь, появляется в атаке. Но сборная Норвегии часто меняет свою игру в нападении. Когда Вероника Кристенсен и Офтедаль играют, это более такие техничные обруши и индивидуальные проходы. Но выходя на замену, Эмили Артсен и Хейни Рейстадт явно добавляют в бросковых ситуациях с дальней дистанции. И здесь поменяли рисунок игры. Команда Норвегии Тори Хейгерсон пока действует по-другому. Но снова цепкая защита. Практически потеряли мяч уже Хейни Рейстадт и её команда. Там возобновляется игра и здесь индивидуально обыгрывают норвежки. Тони Ларсен там переживает очень за происходящее на площадке. Ну и шведки тоже переместили свою игру, но они не за счёт смены игроков. Там перемещалась именно Робертс на другую позицию. Ну и смотри, чаще стали использовать два линейных. Считает Томас Ахнар, что так получается лучший у шведов. Сорвался бросок. Могло показаться, что отблок, но да, по-моему, он даже коснулся. Ну так всё в динамике, арбитры говорят, что мимо. И на плюс три сейчас норвежки могут уйти. И это уже тревожный звоночек для шведок. Нужно дотерпеть до перерыва. Вряд ли будет использовать второй тайм-аут Ахнер в первом тайме. Не знаю, что всё-таки, что делать в обороне. С краю атаковать не получится. Мёрк сама. Скидка какая хорошая в линии. Но там сразу три человека висит на линейной. Норвежки, если я не ошибаюсь, только один мяч забили с позиции линейного. И хотя там очень хорошо Нора Мёрк поднимала Линблом, который вернулся, кстати, в защиту играть. Но подстраховка действительно молниеносно спешит завязать линейного. И пока только один мяч смогли туда довести. И снова с помехой этот мяч. Пыталась выловить Карри Братцет. И это не удалось. Остаётся мяч у норвежской команды. Подняты руки арбитров. Ух ты, блок ещё двумя руками забирают этот мяч. Норвежки и Юра, брати внимание. Вроде там быстрая была передача на Эмину Роберт. Но успевают вернуться сразу три игрока. А что сделала Роберт? Ну это прям, я думаю, в учебнике надо... Вот смотри. Не знаю, будет сейчас этот момент? Да, да. Смотри. И тут же делает передачу. И получается срыв в контратаке. Всё, две минуты для Мёрк. Ну это как надо успеть, да? В игровой ситуации всё придумать. Не согласен тренер. Ну я думаю, знаешь, не не согласен, а больше, да, как раз таки... Разочарование, да. Что перебили его команду. И мне кажется, там, собственно, об этом тоже могли говорить. Арбитр сегодняшней встречи, Енор и Мёрк. Ну да, если бы Робертс пас не отдавала, наверное, ну всё. Тактический фол, свободный и поехали дальше. А тут ещё для Мёрк две минуты. Ой, ну это тоже на заглядение. Как перевела в ближний угол в последний момент. Увидела движение вратаря. Меллигард. Ну повтор покажите. И работа кистью Меллигард. Вот взлетает и в последний момент резкий хлёсткий бросок. Ну красота момента действительно с Еминой Робертс началась. Она действительно очень тонко сыграла как раз таки в игре. Не против уже норвежек, а против арбитров. Так тонкий этот момент прочувствовала. И, конечно, игра опытных игроков тем и красит вот эти хитросплетения в игре. И смогли шведки хороший мяч забить. Ну вот он, мяч до линейного игрока. Второй раз забивает сборная Норвегии с этой позиции. С сиреной. Это не так много, но с сиреной. И норвежки оставляют с собой лидирующую позицию в два мяча. Хотя практически на протяжении всего первого тайма разница была в мяч. Да и то. И часто очень в пользу Швеции. Но норвежки, смотрите, смогли немного переломить ход игры. И мы отправляемся на перерыв. Второй тайм, я думаю, будет не менее интересным. Возвращаемся в Испанию. Весь чемпионат мира в разгаре. Нас ожидает второй тайм матча между Швецией и Норвегией. И после первых 30 минут норвежки выигрывают со счетом 14-12. Но матч складывается не просто, что для одних, что и для других. Шведки неплохо начали. И вот в такой качельной игре, в перестрелке было у шведок небольшое преимущество. Норвежки чаще были в роли догоняющих. Но вот последний третий тайм собрались. Норвежки все-таки догнали своих соперниц. И более того, вышли вперед. И 14-й мяч забили, что называется, сиреной. И повели в два мяча. Ну а так в целом, ну что, игра смотрится. Неплохой темп команды держат. И самое главное, что командам обязательно нужно выигрывать. Победа нужна и тем, и другим. Норвежки, если выиграют, то, ну тут столько нюансов. Но большая вероятность, математическая, что если норвежки выигрывают, то они уже, наверное, и выйдут в четвертьфинал. Но если не выиграют или сыграют сегодня команды в ничью, то там, конечно, такая будет закрутка. И все будет решаться в последнем раунде. Ну давайте смотреть, кого будем поздравлять с маленьким шажком в сторону четвертьфинала. Шведки в атаке. В розыгрыше Стромберг. Робертс ей отдает мяч. Здесь Линквист. Не очень хорошая передача. Стромберг с край. Стромберг. Ну она может бросить, но почему-то сегодня задняя линия незаметна. Ну в плане дальних бросков. И, кстати, вот статистика. Нам показали карту бросков в перерыве. Очень-очень мало бросков задней линии. В задней линии что у одних, что и у других. Ну что, Норвегия в атаке. Есть что добавить по первому тайму? Есть что добавить. Действительно привычную игру сборной Норвегии мы не увидели. И в этом заслуга игры вратарей и игры защиты сборной Швеции. Да, они немножко темп потеряли в конце тайма. Ну и пока я только присоединюсь к твоим словам, Юр, что здесь, конечно, темп высокие команды показывают. И я уверена нацелена на то, чтобы эту серию продлить и в тайме втором. Сборная Норвегия 14 мячей забила. Ну а дальних бросков как раз-таки не хватало. Вот он. Вот они их и добавляют в свой атакующий арсенал. Да, Рейстер забивает. У нас смена вратаря в воротах сборной Швеции. Вместо отлично проведенного тайма Евелина Эриксон покинула площадку. Вместо нее Джессика Рюде. Играют у норвежек все та же Силье Сольберг. Да, Силье Сольберг, хоть мы и привыкли, да, когда есть два высококлассных игрока. Это было из сборной России. И так продолжается, что по тайму они стоят. Но если один из игроков очень хорошо проводит тайм, конечно, смысла менять его нет. Понимают это и вратари. Ну и, конечно же, и тренеры, ну и Сольберг пока. Кстати, хочется заметить, что именно вот эти мягкие перебросы против Сольберг более эффективные и первым раскусила этот момент именно Роберт с ей в первом тайме. И во втором они удаются на заглядение, насколько мягкие, красивые по исполнению бросок. Именно Роберт показывает, да, своим партнершам по команде, как можно справляться с Сольберг, у которой высоченный процент отбитых мячей в первом тайме. Ну и очень уверенная игра. А пока, кстати, вот эти, да, броски с дальней дистанции, которые сразу с места в карьере показывала Хейни Рейстад, забила она в предыдущей атаке, позволяют и линейным открываться и мячи забивать. Нам хоть статистика именно шестиметровой отметки, которую показывали нам в конце первого тайма, гласит о том, что много мячей оттуда забито, но на самом деле линейные оставались в тени в первом тайме. И как раз-таки дальние броски помогут и им раскрыться, сыграть более активно. Ну и пока три мяча в свою копилку закладывает сборная Норвегии. Ведя в счете, чуть-чуть шведки подбираются поближе. Норвежки против Роберт сейчас индивидуально сыграли. 5 плюс 1. И в этой атаке Роберт не участвовала. Но и линейный, как мы видим, может забить. Вновь линейного подключают норвежки. Но тут нарушают правила Дана Фалит против Братсет. Ну что там, 7 метров или 9? Да, Юр, ну и снова обратим внимание, да, Хейни Рейстер стоило ей только вот забить этот мощный бросок. Конечно, реагирует на эту защитницу и дважды ей удалось мяч сбросить в линию. И забивает Кристианса на этот мяч. Ну, по мне так, Рюде, вот что сейчас 7 метров, что вот предыдущий гол, который она пропускала, рано. Она начинает дергаться. Это видят игроки. В позиционной атаке, когда норвежки атаковали, она присела рано. Здесь тоже дернулась. Ну, увидели это норвежки. Ну, и открытала один гол Лин Блом. А я уже говорил в первом тайме, что под вопросом ее выступления сегодня было. Хотя, может быть, немножко темнили тренерский штаб шведок, чтобы запутать как-то соперниц норвежек. Ну, вот Лин Блом играет. Она не с первых минут вышла на площадку. Ну, вот сейчас даже забила гол. Офтидаль. Ой, какая плохая передача от Рейста. Прям в руки Робертс. Ну, и здесь Хагман расстреливает. Всю злость она в этот бросок вложила. И Сили Сольберг не смогла помочь своей команде. Как она, а? Да, слушай, после перерыва, насколько Хагман сложно обретала свою прежнюю форму. Вспоминаются игры. Хагман, когда приезжала в кубковых противостояниях с Тольятинской ладой, была вообще практически не похожа на саму себя. И не верила, что вернется на прежний уровень. Но уже чемпионат мира, и она лидер бомбардирской гонки. Ну, под стать ей ответила. Хоть не так мощно, но также изящная. Камила Хэром забила на мяч предыдущей атаки. Ну, а там в краю именно Робертс обосновалась. Вот она передачу оттуда отдает. И явно здесь какую-то хитрость замышляют шведки. Пока Агали в зону забивают и они. Семьметровые отметки. Шестиметровые. Линблом. Линблом стала подключаться к атакам. Точнее, ее находить. Задняя линия ее стала находить. И вот она уже забивает. А, кстати, вот к Хагману, вот к теме, то, что не так в клубе было заметно, да. Бывает, что вот вызов в сборную, он прям меняет очень сильно. Я вспоминаю вот прошлый, когда там, ну, когда еще в ЦСКА был Ян Лесли. И тогда вот Антонина Скоробогаченко была не так заметна, как сейчас. Но вот после вызова как раз в сборную и проведенную, не помню, что я тогда играл в чемпионат Европы или мира, вернулась с Антонин Скоробогаченко, но вообще другим игроком. И прям блистала тогда в составе ЦСКА. Как раз вот именно после вызова в сборную. Ну что, зарабатывают норвежки. Здесь, похоже, и удаление еще. И 7 метров. И возвращается Эриксон. Да, и пока тем игроком, который может взвинтить тэпы в сборной Норвегии, им сегодня становится Хэнни Рейстадт. Именно ее выход обогатил, во всяком случае, игру нападения сборной Норвегии. Ну, а здесь, мне кажется, более уверенно пробить 7-метровый бросок, мне кажется, было бы невозможно. Смотрите, какой от души. Кристенсен забивает, и настолько точно. Ну и часто говорят, да, даже вот играя по штангам, есть такая игра в разминке у гонбалистов, кажется, что в штангу можно попасть, если так вот слабенько прицелиться. На самом деле, чем мощнее бросишь, тем больше велика вероятность попасть в девятку. Или вот здесь вот, в данном случае, как было у Кристенсен, ошибаются шведки. Почему сама не стала выходить? На передаче, и здесь чуть не забрала мяч от опытнейшей Камилы Хэром, но мяч все-таки проходит за спину, и Джессика Рюда этот мяч. Вот, смотри, мне кажется, могла сейчас Меллигард пойти все-таки на бросок, сделала передачу, не точно. А здесь, да, не повезло, Рюда где-то, ну, во всяком случае, хотя бы немного зацепилась за мяч, может, сейчас пойдет у нее игра, потому что, ну, на фоне Эриксон пока она не выручает, и преимущество сборной Норвегии уже составляет три мяча. Так, зажимает кулак Офтидаль, показывает, какую комбинацию нужно играть. Рейстер сейчас в розыгрыше, Офтидаль смещается к линии, подключает Мерк, что там, первый мяч с игры или нет? Да. Ну и титр, новый титр, который по многочисленным просьбам сборной Норвегии поменяли. Не понравилось сборной Норвегии, что в титрах пишут вес. И когда были поданы заявки игроков, одним из пунктов как раз указание было вес давать. Но вот норвежки указали неточный вес, и потом еще писали письма, возмущенные, что это неправильно девушкам показывать, какой вес. Ну, не знаю, какой-то такой странный момент. Норвежки вообще на этом чемпионате жалуются на все, на залы, на гостиницы, на логистику, ну на все. Как будто, знаешь, соломку стелят, если провалятся. Ну, а вспоминая пляжный гандбол, когда они против формы начали выступать, ну, не знаю, слишком много плачут и жалуются норвежки. При этом, да, хорошо играют, тут не поспоришь. Ну, мне кажется, ну, это профессиональный спорт, и ваше дело показывать игру. А там уже есть специально обученные люди, которые какие-то недочеты должны решать на официальном уровне, и не через прессу это делать, и не через журналистов. Ну да ладно, вот нам показывают красоты, которые были до тайм-аута. И сборная Швеции в атаке. Да, три мяча, это, конечно, уже ощутимо, но отыграть это вполне возможно. Робертс, Трюмберг, Линквист. Что делать? Пойдет сама. Сложно, но сделала все, что могла. Не стали норвежки здесь фалить. Ну так, обозначила, да, Ордарь в борьбу. Не стала прямыми руками встречать, просто коснулась. То есть забить. Пока первые такие звоночки, да, ощущение, что борьба в первом тайме на обоих фронтах и в защите нападений немножко заставила больше устать сборную Швеции. Ну и в скоростях они пока вот так вот визуально начали проигрывать норвежкам. Это видно, ну а норвежки, имея более широкую ротацию, пока смогли поменять игру линии нападения за счет других игроков. Но я, кстати, еще напомню, что Эмили Артцен, который часто выходит в броски после второй половины тайма, имея мощные броски, конечно, добавляет мощи сборной Норвегии. Я думаю, им еще есть в чем прибавить, пока картинка вырисовывается такая. Ну а именно Робертс, без замен играя, тоже в каком-то моменте, в отрезке игры осталась в тени, пока без нее ищут нападения Шведки. Она все больше отыгрывается. Ну и вот она все-таки находит лазейку в обороне сборной Норвегии и забивает девятнадцатый мяч. Ну а вспомнить Олимпиаду, да, как Шведки мощно начали турнир, ну и под конец все-таки видно было, что уже не вытягивают они на сто процентов шестьдесят минут. Сложно было уже в конце турнира Шведки. Ну и вот Робертс, и смотрите, здесь Сольберг все равно мяча коснулась. Сложные-сложные мячи у Шведок. Блом! А кому отдать, есть кому убежать. И здесь грамотный фол со стороны Рейстадт. Рейстадт всего лишь девять метров. Возвращается норвежский, конечно, феноменальность сегодня. Там один игрок был в нападении в быстром отрыве, и сразу две норвежки. И вот как второй волной накатили еще четыре игрока. Там пока Шведок было и не видно, а чуть позже они появились. А, кстати, замена вратаря у норвежек. Наша Катрин Лунде вышла. Но и она не спасает сборную Норвегии. Хагман до минимума сокращает отставание в счете. Ах, норвежки тут зевнули, зевнули очень сильно. Да-да, там уже в отрыв убегали, борются шведки всеми залпами орудий, которые есть у них. Пока ярче остальных в этом плане вылезет Наталья Хагман. Но, собственно, это и привычная картина для сборной Швеции. Тревожная кнопка не звенит никак. Но берет сборную Норвегии, понимал. Наталья Хагман. Торрер Хергерсон взял свой первый тайм-аут во втором тайме. За 19, за 18,5 минут до конца этой встречи. Ну, вот эффективность бросков. Чуть лучше она у сборной Норвегии. Не сильно, но вот как раз разница в один мяч. Так, третий вратарь у нас выходит у сборной Швеции, Йохана Бунсен. И вот только вышло сразу спасение. Робертс. Скидка в линию. Опять в два линейных атакуют шведки Лейн Блом. Здорово. Ну, конечно же, тонко чувствует игру своей команды Торрер Хергерсон. И он в перерыве, я уверена, говорит как раз три об этих бросках, которые стали таким ключиком к успеху норвежек, когда они оторвали счет. И, ну, я уверена, что неспроста был этот бросок Хейни Рейстадт. Хорошо, что шведки его парировали. Остается в матче интрига и равная борьба. Ну, и еще раз, да, обратим внимание, там хоть сложное падение. Сразу несколько игроков собрались вокруг Кари Братсетт. Да, и вот арбитр, который обычно показывает 7 метров, который за воротами, она, если честно, задумалась давать, не давать 7 метров. Возможно, послушала арбитров в поле. Ну, и вот Лейн Блом. Сравняли шведки счет. Для интриги это, конечно, очень хорошо. Тут так все может запутаться. И что? Мимо, мимо ворот. Кто там проатаковал? Кристенсен или кто? Не заметил, кто атаковал с места правого полусреднего. Да, Кристенсен, да, четвертый номер, действительно. Теперь шведки. Семером атакуют. Снимают вратаря. При ничейном счете рискованно Томас Ахнер сейчас. И ведет игру. Робертс. Линквист. И шведки впереди. Вот игра всемиром. Но теперь возвращаться, конечно, нужно в два раза быстрее, чтобы еще и успевать вратаря выпускать. Но рискнул тоже, понимая нюансы игры своей команды. Видит он, что здесь помимо того, что вот эти проскочки хорошо сейчас получаются у Эммы Линквист. Она действительно ими отличилась несколько раз. Ну а план на игру от Торера Хейгерсона. Вот эти броски от Хенни Рейстад. Пока два из них парируют вратарь шведской сборной. Ну и рискнул не зря Томас Ахнер, как показала предыдущая атака. Да, неожиданный такой бросок. Ну, сейф не засчитают вратарю Швеции после свистка. Она поймала мяч. Блом вот куда выскакивает на Кристианцев. Линдом сейчас все идеально сделал, как защитник. Я прям сейфанулу действительно от этого момента. Посмотрите, как хорошо выходит именно против руки игрока. Что позволяет ей четко задержать его. Ну и мощь, конечно, Линдом позволяет зафиксировать игрока. Практически обездвижить. Но Норрой Мёрк забивает пока только второй свой мяч в игре. А ты видел, откуда он забил? Да, не самую выгодную позицию загоняет ее шведки. А похоже, это ее выпустили туда, в край. Да, но активные выходы как раз-таки в центральной зоне не дают ей полную мощь проявить все свои таланты и умения. Выходят высоко. И норвежки тоже защищаясь. Роберт сама. Да, ну Юра, обрати внимание, да, вот эти вот проскочки как раз-таки у шведок получается. Линдлом. Ну так два линейных там все стягивают на себя, конечно. Да, и именно Робертс и из другого фланга Аэма Линквист пока успешно действуют в этом компоненте. Ну, только сказали мы про именно Робертс и две минуты она получает. Ну а что, сборная Швеции без Изабель Гульден смотрится-то очень даже и неплохо. И говорили о зависимости от Гульден, но даже когда Гульден была в команде и вылетала на какие-то матчи, без нее команда выглядела даже лучше. И вот не всегда, когда есть такой ярко выраженный лидер, это хорошо. Ну что, забивают, забивают норвежки. Братцет. Ну здесь все равно лишнего разыграли, тут не хватило. Людей в обороне, шведки, напомню, в меньшинстве. Ну и вот так Муромерк атакует Аскра. С пустыми воротами в шестером, да, сейчас сложно будет в два линейных атаковать. И вот без Гульден тут вот задняя линия, ну тоже все лидеры, да, у шведок. Линейные, тоже, в принципе, игроки высочайшего уровня и могут, наверное, за собой команду потащить. Ну тут у шведок, наверное, такая ровная команда по именам, сбалансированная. Ну теперь дело за малым, выиграть у норвежек. Мяч отбирают? Нет. Мяч не отбирают, свободный. Повезло норвежкам. Могло показаться, что на две минуты могут отправить, по-моему, там, к Кристенсам. Так, не показали нам, чем все закончилось. Ну, раз в атаке норвежки, значит, у шведок мяч отобран. Ну неплохо в меньшинстве, да, отыграли шведки? Да, но я, понятно, что момент далеко ушел. Там Оливия Мелегард так классно сохраняла этот мяч, который уходил в аут. Все свои старания приложила, но оно ромер. Нашла новую позицию для себя. Да, но в этом плане, конечно, можно параллель провести и с нашим выдающимся игроком Анной Бяхеревой. Она как раз-таки, да, может действовать тоже на позиции углового игрока и делает это достаточно ярко. И были моменты, когда и наши тренеры... Да, загоняли ее с ней в край. Но она вообще, по-моему, крайним игроком-то и была. Вернулась Робертс. И шведки вернулись к тактике всем и полевых игроков. Ну посмотрим, до сих пор это приносило пользу шведкам. Здесь Стромберг пошла на бросок. Ее останавливают. Причем останавливают ее бросковую руку. Робертс. Скидка в линию. Блоам! О, ну это великолепная Катрин Лунде. Без паники, спокойно. Вот, смотрим. Оп, кончиками пальцев. Ну, Лунда, если, конечно, поймает кураж, это просто непробиваемый вратарь. Передает уже дела, да? Ну, здесь как раз-таки смена поколений на тренерском мостике у норвежцев, конечно, очень, так сказать, поступательно выглядит. Это уже в нескольких интервью Торер Хельгерсон говорил о том, что, заканчивая свой цикл, да, доверяет он Тони Ларшен в прошлом очень яркому игроку, да, вместе удалось поиграть. Действительно, игрок интеллектуал, другому не скажешь, но и обозначает, да, что он сменщика растит себе Торер Хельгерсон. Тут еще на площадке есть игроки, действующие, против которых ты играла. Да. Есть и такие, пока прорываясь, именно Робертс не забивает мяч, но зарабатывает 7 метров для своей команды. Ну и что, Натали Хагман пойдет бросать очередной 7-метровой. Идет. Лунда остается в воротах на линии. Будет реагировать. Гадает. Хотя могло показаться, что на момент броска она вздвинулась, вроде бы как реагировала, но, мне кажется, все-таки гадала больше. Ну-ка. Нет, смотри, реагировала. И Хагман просто удачную высоту нашла. И вновь минимальное преимущество Норвегии. 25-24, 11 минут еще играть. Норвежки в меньшинстве. Теперь Мёрк в центре. Мофтидаль, Мёрк. Рейдсад. Тут сплошные скресты. Мёрк! Там еще и две минуты, нет? Как-то ее показалось. Или просто крикнуло, да, вовремя крикнуло. Иногда и на это арбитры ведутся. Это еще смотря, кто крикнет. Ну да, да. Ну, Мёрк, мне кажется, все-таки не такой уж и симулянт. Нет, ну... Здесь сопротивление был бросок. И даже если бы Нора Мёрк его не реализовала, не забила бы гол, там был бы назначен симметровый штрафный бросок. Ну вот недавно еще шведки выигрывали, пусть и минимально, а теперь проигрывают два мяча. Да, да, конечно, матч у нас складывается очень интересно. Сейчас, да, больших усилий им придется то, чтобы вернуться в игру. Немножко мостик опять в нашу группу перекинем. В общем, главный конкурент, который мог как-то влиять на расстановку сил, сборная Словении проигрывает сборной Польши на 53 минуты 4 мяча. Так что пока сборная России чувствует себя спокойно. Но все там еще может поменяться. Ну, а мы вновь возвращаемся на матч Швеции. Норвегия. Норвежки у нас в атаке, не получается все никак шведкам забить. И вот сейчас, если плюс 3 будет у норвежек, то за 9 минут это уже существенно. Это уже будет сложнее отыграть. Защиты нет. Там по 6-метровой зоне пробежал кто-то из игроков Норвегии. Робертс. Так, в шестером атакуют, не играют в семером, не рискуют теперь Ахнер. Робертс. В борьбе. Ну, Робертс взяла на себя, да, роль лидера. Да, насколько вот такая кажущаяся легкость в этом обыгрыше, но это, конечно, чутье игроков защиты. Понимала, что прям чутье, прям полкорпуса проигрывала. Енор и мёрк, и быстро юркнула туда. Именно Робертс. Все мячей забивает Робертс. Так, сейчас посмотрю, это лучший бомбардир у шведок. Скорее всего, что... Да. Да. Именно Робертс. Ах, 7 метров. Красивый эпизод, красивый сейф. Но арбитры выждали паузу и... Все-таки назначили 7 метров. Ну, да, тут цепляло. Игрока сборной Норвегии шведка. Кристенссон, да. У нас сегодня бросает 7-метровые. И все-таки в ту же сторону. 27-25. Ну, вот на мой вкус, пока вот эта установка, да, еще правил идет по поводу контакта игроков и снижения травматизма в гангболе. Пока, мне кажется, настолько по-разному оценивают эпизоды арбитры. Ну, всегда так было. Красные пары, да. Но я просто имею в виду, что здесь как раз-таки была свободна рука у Кристенссон. И там сопровождение игрока было, но не было ни толчка на прямые руки. Как-то так мы совсем без борьбы останемся в гангболе, да. Ну, да. В баскетбол превратится. Но при этом, я говорю, по-разному. Очень. Некоторые арбитры совсем не дают этой жесткой борьбы. Кто-то, как в игре сборной России против Словении, оставляет столько борьбы и, которая как раз-таки за кадром проходит. Аргентинки, да, по-моему, там позволяли все, что угодно. Да, пока вот сложно действительно классифицировать и сказать, как же на данный момент, собственно, борьбу в каких рамках мы оставляем. Хотя при этом, да, единый протокол какой-то есть, рекомендации есть. Ну, да, все так, все равно парально. Ну, и возвращаемся вот к этой игре. На площадке она проходит в разных направлениях. Вот тренер-арбитры, игроки-арбитры, игроки между собой. Очень много разных ниточек. Ну, и здесь, конечно, характер судей, как они игру расценивают, тоже влияет на фактор игры. Но я хотела в предыдущем моменте, кстати, сказать, что Наталии Хагман, конечно, ей проще справляться вот с этими техничными бросками. Хоть и есть у нее мощный бросок, но вот игроку угловому, конечно, проще разобраться. Ну, особенно такому, как Наталии Хагман, в игре, когда вратарь выходит. В предыдущем моменте... Ну, да, было сложнее. Ну, да, оставалось, да, на линии ворот. И в такой ситуации Хагман сложнее было действовать. Но справилась она с обеими попытками, со всеми сложностями, которые ей предстояли на этом пути. Ух ты, классный сейв, который не состоялся в предыдущей атаке. Для Джессики Рюде состоялась и сейчас, и позволяет это. Бустрый отрыв сбегать шведкам. И Хагман снова на коне, и она снова сравнивает счет в сегодняшнем матче. 27-27, 55-я минута игры начнется совсем скоро. Началась. Да, это становится совсем интересно. Снова Норой Мёрк на левом, на правом фланге. И забивают норвежки. Все еще в запасе остается Эмили Арнцен. Забивает Офтидаль всего второй мяч. Да, Арнцен немного времени. Может быть, какие-то есть ограничения по здоровью. Может, не до 100% готово. Ну и пока команда выигрывает. Так, вновь в семерон. Да, все пока хорошо складывается в игре норвежек. Но еще раз скажу, что хотя Арнцен, конечно, может добавить в мощи атак норвежкам точно. Пока не предстоит справляться в защите. Ну что, норвежки пока справляются с... Нет, уже не справляются. Стромберг все-таки продавливает эту оборону. Вот у нее мощный бросок. И роста, в принципе, у нее хватает задней линии атаковать. Но вот от нее мы не видим сегодня дальних бросков. Не знаю, с чем связано. Бывает, она прям берет игру на себя и колошматит с 9 метров регулярно. А сегодня вот прям как будто забыла, как это делать. Ну что, норвежки запаниковали? Да, торопятся норвежки, действительно, по-другому не скажешь. Ну и здесь посмотрим, как ответят шведки. Здесь ошибаются. Да, два игрока сразу сходятся. Полностью закрыли это окно. Для проскочки это анон. Да, она поторопилась где-то. Но уже, да, было движение на этот бросок. Ну и отмечаем, как норвежки проатаковали. Да, тут все понятно. Без слов. Ну и не возмущается он, да. Действительно, наверное, да, она сама виновата. Слишком явно показала вот это движение на бросок. Кристенца. Офтидаль. Попадает мяч в ногу. На игре ногой не было. Кому? Да, оставят мяч. Оставят мяч норвежкам. Вот тут, кстати, тоже вот такие эпизоды трактуют абсолютно по-разному. Не, но если мяч попал как раз-таки в ногу Хагман, просто она утверждает, что нет, мы не стали повтор смотреть. Нет, в ногу-то он попал. Но вот я не помню в такой игре был абсолютно похожий эпизод. Давали передачу, игрок просто стоял, ничего не делал, не двигался, мяч попал в ногу, остался у защищающих. И мяч оставили им. Я бы не стал говорить, если бы этого не видел сам. Конечно, чаще всего, конечно, в пользу атакующих, это безусловно. Ну и здесь еще и 7 метров. Ну и забить еще надо. Забивает. Кристенсен сегодня она точна с 4 из 4. Вновь Норвегия впереди. 3 минуты еще играть. И вновь Швеция в 7-ром. Похоже. 59-я минута в параллельном матче Польша. Словения. Польша выигрывает 26-24. С большой долей вероятности Словения нам не конкурент. Если Словения проигрывает, то... Сборная России уже автоматом выходит на следующую статью. А у нас в этой группе вообще ничего не понятно. И вот срывает свой бросок. Ну, точнее, не точно бросает Робертс. И это может стать ключевым эпизодом. Ну, никто же не мешал. Ну да, это действительно не то, что сегодня стало ключевым в игре Робертса. Не удавались ей броски с дальней дистанции. Ну и тут еще на последнем рубеже. Катрин Люнде. И спокойно, говорит тренер. Не нужно никуда спешить. Наша атака. Две минуты еще играть. Нет, не отбирают. Ну, тут, конечно, нервы прям обнажены. Понимает, шведки, что это для них ключевая такая игра в обороне. Очень активно выдвигается. И Ямин Робертса чуть не сделала. Как раз-таки не создала этот фолл в игрока для норвежек. Те не торопятся. Мяч очень дисциплинированно гоняет и забивает этот мяч. Ну, это заявка на победу. Разворачивают норвежские болельщики уже флаг, предвкушая победу. Да, но шведкам хоть и не хочется, конечно, торопиться. Это понятно, но придется все-таки экономить время на атаку, чтобы сохранить шансы хотя бы на ничью. Так же, как сотворила небольшое чудо и сборная России. Продолжение следует... Ну и вот сейф нам показывают Катрин Лунде. Тут и великолепная игра норвежек. Это как раз сестра-близнец Соли Сульберг. Сана Сульберг и Саксон. Всемиром. Всемиром. Всемиром сегодня у шведок более-менее получилось. Блом! Открытала один мяч и сделали это шведки очень быстро. Если сейчас они отстоят в обороне, то еще и будет шанс спасти этот матч. Томас Ахнер второй раз рискует в игре. Понимает, да, что его команда здесь может реализовать это численное преимущество. Ну и как раздосадован Ториер Хергерсон. Классный момент по обнимали операторы. Ну а здесь норвежки уже понимают, что им как раз-таки торопиться не стоит. И даже если будет голевая ситуация, мяч они сохранят. Ну здесь в аут мяч уходил. Ну был толчок, поэтому свободный будет назначен ворота Швеции. Норвежки остаются с мячом. Но задача у шведок все равно отстоять. На поднятых руках уже норвежки атакуют. Сколько передач? Это уже, по-моему, третья. Смотри, да, не обостряют. И даже там Рейхстарт могла, вроде, как-то быстрее сыграть. Но оставила руку, оставила возможность защитнику ее завязать. Ну а это шанс у сборной Швеции появляется. Главное, чтобы они распорядились, если хотят получить в этой игре очки. И максимально запутать все, что происходит в этой группе. Да, 9 секунд. Крайп пойдет. И гол! Гол, Юра. И как раз-таки провели параллель со сборной России. И с этого же фланга и сборная России добилась ничьей в своем предыдущем матче. И шведки на волевых, на морально-волевых вытаскивают эту ничью. Это было более чем завораживающее. Но хочется сказать, конечно, каплименты Тому Суахнеру. Сложные были для него ситуации. Но в обеих рискнул. Как здесь не вспомнить? Тот, кто не рискует, тот не гадит ничьей с Норвегией. И тут, смотри, тут ситуация следующая. Шведки в следующем раунде играют с Румынией. Им нужно обязательно выигрывать. И тогда, если кто-то в паре Норвегия-Голландия проиграет, шведки спокойно выходят. Задача простая. Выиграть следующий матч. Ну и быстро, что у нас параллельно? Параллельно завершен матч. Польша выиграла у Словении. Словения отлетает. Сборная России у нас выходит в четвертый финал. Ну что, вот этот прекрасный гандбол мы с вами посмотрели в исполнении Швеции и Норвегии. Надежда Муравьева и Юрий Демчук. Прощаемся с вами. Смотрите гандбол на каналах Холдинга Матч. До следующих ярких матчей. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok